МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сергей, я тут прочитала, что в организме женщины в пять раз больше золота, чем в организме мужчины. Не обольщайтесь, Жанна. Это максимум 10 миллиграмм. Среднее обручальное кольцо в 200 раз больше. Маловато, конечно, но все равно приятно. В медицине, кстати, частицы золота используют для лечения артрита. А мне кажется, золотом правее не лечить депрессию. К примеру, украшениями от хорошего ювелира. Украшения, драгоценности, шоппинг. Все, от чего женщина чувствует себя счастливой, можно и нужно использовать. Ведь счастье – это лучшее лекарство. В эфире программа «Нет запретных тем». Мы говорим обо всем, что касается женского здоровья. С вами доктор Сергей Арсенин и я, Жанна Ипле. Темы этого выпуска – как время влияет на нашу кожу. Вот, женщина, во что превращается ваша кожа. Какие компоненты антивозрастных кремов работают только на их продаже? Обещают женщинам разгладить мимические морщины. Правда это или нет? Это абсолютно не правда, это миф. Чем для сохранения молодости пользуется Жанна Ипле? Ну хорошо, сколько мне лет? Кто знает. В чём причина частых головных болей? Вот так и трещит наша голова. Трещит буквально по швам. И как прийти в форму после родов? Фактически мы достигаем двойного эффекта. Я похудею сегодня. Как уж Анель говорила, заботясь о красоте, надо начинать с сердца и души, иначе никакая косметика не поможет. Наверное, когда она это сказала, ей было лет 20, потому что после 30 без косметики ни одна женщина обойтись не может. Так, состояние кожи с возрастом меняется, и в каждый период ей необходим соответствующий уход. Возрастную косметику рекомендуется применять, начиная с 30, в зависимости от состояния кожи и того, чем наделила вас природа. Героиня нашей следующего сюжета мы отправили к косметологу. Внимание на экран. В нашем эксперименте приняли участие близнецы Марина и Наталья. Сначала мы отправили сестёр на обследование в косметологическую клинику для того, чтобы проверить, насколько у девушек различается кожа. Наш эксперт не нашёл никаких различий. Ну что, в ходе проведённого осмотра получается, что у вас абсолютно одинаковая кожа. У вас одинаковый цвет лица, у вас одинаковое качество кожи, её тип. Затем в течение месяца одна из сестёр пользовалась утром и вечером дорогим антивозрастным кремом, а другая умывалась обычным мылом. Увидим ли мы теперь качественные различия в коже близнецов? А сегодня героини эксперимента Марина и Наташа у нас в студии. Встречайте! Здравствуйте! Как вы превосходно выглядите! Спасибо! А кто из вас кто? Я Марина Наташа. Мы очень рады, что вы приняли участие в нашем эксперименте и согласились пожертвовать, можно сказать, собой ради науки, ради наших телезрителей. Что вы сами для себя вынесли из этого эксперимента? Ну, что кремом нужно пользоваться обязательно. Увлажнять лицо. Мыло подсушивает кожу. Давайте я вам сейчас расскажу, что такое кожа и за счёт чего она хорошо выглядит. И почему она с возрастом, ну, к сожалению, теряет свои привлекательные свойства. Давайте. Подойдите, значит, к столу. Итак, вот это макет, скажем так, нашей кожи. Вот кожа выглядит примерно так. Она плотная, она упругая. И даже если вы улыбаетесь и кожа у вас сгибается, видите как? Она запросто выпрямляется, и на ней не остаётся практически никаких морщин и складок. Вот эта упругость ей даёт коллаген. То есть вот этот коллаген – это основа, это каркас нашей кожи. Но со временем этот коллаген начинает истончаться. Его истончается, вот он прям буквально так, раз, ещё пять лет нету, ещё десять лет его нету. И кожа уже становится более дряблой. Прошло ещё десять лет и ещё пятнадцать. И кожа, видите, она уже такая совсем дряблая. И здесь уже воздействие на эту кожу может привозить к каким-то последствиям. В будущем, если женщина, например, загорает ультрафиолетом – это ещё минус. Любит солнце. Если у неё вредные привычки – это ещё минус. Если она не ухаживает правильно за своей кожей – ещё минус. Неправильно питается – ещё минус. И что у нас получается? Что женщина за свою жизнь теряет весь коллаген. И у неё вот эта кожа, она настолько такая вот, она вот такая вся не… вот такая пергаментная, она такая тонкая, что любое её повреждение, любые мимические морщины, они приводят к тому, что вот, женщина, во что превращается ваша кожа. Сейчас мы заплачем все. Плачьте, Жанна, плачьте, потому что каждая женщина должна заботиться о своём здоровье и о своей красоте. Научите, доктор. А вот как заботиться о нашей коже, нам расскажет эксперт, врач, дерматовенеролог, косметолог Татьяна Сергеевна Русина. Прям модель какая-то. Здравствуйте, Татьяна. Вот у вас превосходная кожа, я сразу вижу, и вы выглядите просто восхитительно. Спасибо. Производители косметики добавляют в антивозрастные кремы буквально волшебные ингредиенты, которые обещают вернуть молодость кожи, ну, буквально чуть ли не за один день. Давайте узнаем, что это за ингредиенты. И на самом деле они настолько волшебные. Итак, вот у нас здесь баночка есть, и производители туда добавляют всевозможные добавки. Первый – это ботулотоксин, который, ну, обещают женщинам разгладить мимические морщины. Правда это или нет? Это абсолютно неправда, это миф, так как ботулотоксин будет действовать только в том случае, когда непосредственно попадёт на мышечную ткань. То есть надо сделать укол. Естественно, да. Нанося крем на поверхность, ботулотоксин не проникает до мышечной ткани. Соответственно, это полный миф. Угу. Дальше, следующее. Это у нас вытяжки из морских водорослей. Извините. Помогают они или нет? Более эффективно будет, если вы будете использовать маску из морских водорослей, так как в креме, ну, не совсем достаточно концентрация, что ли. То есть водоросли должны достаточно долгое время воздействовать на кожу, но в принципе они эффективны. Эффективны, хорошо увлажняются. Замечательно. То есть маски, всевозможные обёртывания, женщина, пожалуйста. Дальше. Крем с витамином С и ретинолом. Ретинол – это витамин А. Да. Это неплохо. Крем с витамином С и витамином А являются неплохими веществами. Но будут действовать более точно и прицельно, если витамин С и витамин А попадут непосредственно в дерму. То есть в то место, где происходит выработка коллагена. Угу. Я хотел бы, знаете, как вот сказать, что витамин С – это водорастворимый витамин, а витамин А – это жирорастворимый витамин. И как известно, вода с жиром плохо смешивается. Ну, давайте мы здесь проведём такой эксперимент. Итак, ну, представим себе, что это наша кожа. Это витамин С, он водорастворимый. Наливаем его в нашу кожу. Ну, чтобы было его лучше видно, давайте добавим немножко краски. Прям чуть-чуть, несколько капелек. Сболтаем. Ну, вот такой у нас получился красный витамин С. Красиво. Вот такой кроваво-красный витамин С. И после этого мы добавляем витамин А. Витамин А – это жир. И он всплывает у нас над водой. Отслаивается, смотрите-ка, всё. Происходит расслоение, совершенно верно, Жанна. Но всё равно красиво. Красиво. А вот здесь у нас поплавок, да? Давайте посмотрим, что произойдёт с нашим поплавком, если мы его сюда бросим. И теперь посмотрим, где у нас находится поплавок. Вы видите? Он плавает. Он плавает, совершенно верно. И вот смотрите теперь, какая у нас здесь будет красота. Вот наш поплавок плавает и не тонет. Вот при смешении витаминов, жирорастворимых и водорастворимых, ну вот происходит примерно вот то же самое. То есть не соединяется ничего? Они не соединяются, они, конечно, разъединяются. То есть получается, что когда говорят крем с витамином С и ретинолом, это неправда, бесполезно, это же не соединяется, получается. Ну, как сказать, они соединяются, конечно же, в каком-то степени действуют на кожу, действуют положительно. Но более будет полезно, если эти витамины мы будем потреблять внутрь. Тогда они будут полностью усваиваться, впитываться, действуют на весь организм, в том числе и на кожу. Следующий. Итак, следующий препарат, что у нас добавляется? Антиоксиданты. Крем с антиоксидантами. К антиоксидантам, да, в первую очередь относятся вещества, такие как пантенол или бипантен, линолевая кислота, линоленовая кислота, гиалуроновая кислота, всем нам известная. И эти вещества, они защищают кожу от свободных радикалов окружающей среды. Соответственно, крема с антиоксидантами достаточно полезные и хороши для кожи. Особенно для возрастной кожи, если мы говорим сегодня об этом. Замечательно. Так, и дальше, следующий у нас крем с отшелушивающим эффектом. Это пилинги, правильно? С отшелушивающим эффектом, можно сказать, что это пилинги в легкой степени. Преимущественно к отшелушивающим веществам относятся кислоты, которые содержатся в креме. Это салициловая кислота, молочная кислота, гликолевая кислота. А механический пилинг? Механический пилинг в сочетании с чем? Ну, например, как скраб. Как скраб, почему бы и нет? Но не чаще, чем один-два раза в неделю. Один-два раза в неделю. А Жан уже что-то хочет нам здесь показать. А Жан уже с такие ложки. Видимо, он хочет открыть секрет своей красоты. Как выглядит так, как выглядит наша замечательная ведущая. Скраб от Жанны Эпле. Ну хорошо, сколько мне лет? Кто знает? Сколько? 35. 35. 46. 46 еще? 42. 42 еще? 50. 50. Молодец. Итак, крем. Не пропустите далее. Чем пользоваться, чтобы в 50 выглядеть, как Жанна Эпле? Это ваш личный, да, секрет? Ваш личный крем? Ну, что вы просто потрясающе выглядите. Сколько литров воды в день помогут вернуть молодость коже? Вода насыщает клетки кожи и разглаживаются мелкие и средние морщинки. И как наш рацион влияет на боли в голове? О! Нет, смотрите, женщины, смотрите. Чем вы травите свой организм? Ложка сметаны нежирной, ложка сахара, кокосовая стружка. Жанна, это ваш личный, да, секрет? Ваш личный крем? Ну, что вы просто потрясающе выглядите. Вот такой скрабик. Накладываю на лицо. Немножечко потру. На лицо, на шею, я думаю, на зону декольте тоже было. Конечно, да. Замечательно. Ну, я уже предпочитаю, особо не показываю зону декольте. Ну, почему же у вас даже там все очень хорошо. И немножечко подержать. А потом смыть теплой водой. И все. Давайте поговорим теперь о том, какие все-таки витамины нашим женщинам надо употреблять внутрь, чтобы выглядеть так же, как Жанна Эппле. Видела у меня печатка? Давайте. Смотрите, у нас здесь, что у нас здесь находится? Черника. Витамин С у нас здесь, капуста. Капуста. Витамин С, держите. Да. Черная смородина. Черная смородина, вы знаете как? Она вообще, это лучше, чем в лимоне, черной смородине. Знаете, ученый считает, что по содержанию витаминов, микроэлементов и биологических активных веществ черная смородина даже равняется женщиню. Поэтому не заказывайте корень женщин, а кушайте черную смородину. А замороженное? То же самое, все витамины в ней сохраняются. Это киви. Здесь огромное количество витамина С. Его намного больше, чем в лимонах, либо в апельсинах. Поэтому, девушки, употребляем витамин С. И пьем обязательно воду. Вот здесь у нас вода сколько? Полтора литра, да? Да. Сколько надо пить в день? Около двух литров. Ну, минимум. А зависит от вес, рост? Общая рекомендация. Ну, примерно, конечно же, зависит. Да. И зависит от того, кем вы работаете. Если вы работаете с талеваром, и с вас пот течет, конечно, вы будете пить больше. Вот. Ну, желательно. А чем вода хороша для кожи? Вода насыщает клетки кожи. И разглаживаются мелкие и средние морщинки. Поэтому пить нужно много. Ускоряются обменные процессы в коже. Можно сказать, что кожа увлажняется изнутри. Можно сказать? Да. Ну вот. Замечательно. Вот все-таки, наверное, вот эти все секреты наша Жанна хотела от нас скрыть. Теперь давайте подведем итоги эксперимента. По итогам исследования эффекта от крема не было никакого. Угу. Вот так вот. То есть дорогие крема не улучшают состояние кожи? К сожалению, да. Мы вынуждены резюмировать, но это так. Надо пользоваться моей маской. Безусловно, Жанна. В эфире программа «Нет запретных тем». Все, что вы хотели узнать о женском здоровье, мы стеснялись спросить. Почти у 80% населения планеты головная боль возникала хотя бы раз в жизни. А у 30% она появляется постоянно. Женщин, испытывающих головную боль, в два раза больше, чем мужчин. Да, Жанна, это правда. При этом большинство людей не считают головную боль чем-то серьезным. И подпочитают решать эту проблему при помощи обезболивающих средств. Но что делать, когда головная боль становится просто постоянным спутником? Внимание на экран. У Светланы редкая для женщины профессия. Она таксист. Работа мне очень нравится. Собственно говоря, я и мечтала всегда иметь дело с техникой, с автомобилем. Причем женщине-таксистке всегда такое внимание со стороны пассажиров и мужчин. Это немножко стимулирует и нравится. После пяти лет такой работы Светлана столкнулась с проблемой. Ее начали мучить нестерпимые головные боли. Импульсирующая боль в области виска, затылка. Во время работы, во время дороги мне приходится выезжать на обочину, съезжать на обочину и 5-10 минут приходить в себя. Случается так, что я просто отключаюсь от сильной головной боли. Царапины на ее машине – результат ДТП, в которое она попала как раз в момент боли. Любимая работа стала опасной. Встает вопрос. Или мне оставаться на этой рабочей и находить эффективные способы лечения, методы лечения. Или оставлять эту работу, поскольку так жить и работать невозможно. Мы начали обследование Светланы с эксперимента. Каждый раз, когда к нашей героине приходит боль, она будет сжать на специальную кнопку. Нам останется фиксировать сигнал и считать болевые приступы. Сколько раз за три дня мы получили тревожный звонок? И что делать женщине в ее ситуации? Сегодня Светлана пришла к нам в студию. Здравствуйте. Здравствуйте, Светлана. Здравствуйте. Итак, Светлана, в ходе нашего эксперимента мы выяснили, что ваша голова болела 17 раз. В чем может быть проблема? Мы попытаемся разобраться с нашим специалистом. Это врач, кардиолог, терапевт, телеведущий Константин Иванов. Очень рада буду. Константин. Доброе утро. Здравствуйте. 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 Давайте разбираться. С удовольствием. Поскольку проблемы действительно актуальны. Вы сегодня подняли очень важный вопрос. И первая наша причина – это артериальное давление. Самая главная причина, я как кардиолог, хочу вам сказать, сталкиваюсь с этой проблемой все чаще и чаще. Более того, скажу, если раньше в молодом возрасте у женщин это в принципе не встречалось, то сейчас, к сожалению, эта проблема достаточно частая. Это связано прежде всего еще с тем, что женщины сейчас переутомляются, очень много работают в силу нашего времени. Но это, как правило, все-таки боли, Сергей прекрасно об этом знает, в затылочной области, как правило, возникают. И если у вас появились эти боли, надо обязательно обследоваться, потому что самое худшее, что может случиться, к сожалению, это нарушение мозгового кровообращения. И давайте мы представим, вот здесь у нас есть арбуз, знаете такое выражение «голова трещит»? Вот очень часто этот треск в голове заканчивается как раз инсультом, потому что если долго это давление вот так на арбуз действует, действует и действует, Опа! Вот наш арбуз и треснул, видите как? Вот так и трещит наша голова, трещит буквально по швам. А в медицине это называется инсульт. Увы, к сожалению, эксперимент-то наглядный, но в жизни происходит все намного печальнее. Это не просто арбуз, все-таки это наша голова, а нарушение мозгового кровообращения прежде всего это инвалидизация. Никто не хочет стать инвалидом, поэтому нужно обязательно обращать внимание на свое артериальное давление. Совершенно верно. Человек в одну секунду может стать инвалидом. Вторая причина – рацион. Вы знаете как, Светлана, мы пристально следили за тем, что же вы едите. Вот это вот представим, что этот наш аквариум – это ваш желудок, да? И мы посмотрели, что на завтрак вы кушаете бутерброд с колбасой. Едаем. Так как вы работаете таксистом, то вы бутерброды эти кушаете, можно сказать, постоянно. И на обед, и на ужин. После этого вы заезжаете и едите всякие фастфуды, всякую нехорошую еду. А я вот тоже люблю колбаску и фастфуды. Ну, конечно же, ну, наверное, вот не в таком количестве, да? Нет, конечно, не в таком. Ну, раз в месяц я себя балую. Вот. И наша Светлана балует себя супчиком. Но, между прочим, она все время за рулем. Она же таксист, у нее нет возможности поужинать. Да вы знаете, а вот нашему организму от этого не легче. Кто там таксист, либо артистка балета. Понимаете как? Это понятно, но профессия вешки. 15 часов она съела яблочко. Это мило. Потом все это запила кофеечком. И с пироженкой. Очень вкусная пироженка была. Да. Ну, а потом, конечно же, она съела шоколадку. Ведь это так просто. Ехать в машине и кушать шоколадку вечером. Нет, вы это все скушали уже. А что вечером? А совсем ночью. Так как она таксист, чтобы не заснуть за рулем, вместо кефира она выпила энергетика. И это все поливаем вот так. Вот, Светлана, представьте, что у вас после этого в желудке. Да, никогда бы не подумала. Что-то так выглядит. Картина некрасивая, конечно. А теперь мы это все еще так перемешаем. Нет, смотрите, женщина, смотрите. Нет, нет. И чем вы травите свой организм. Константин, объясните, почему ты из-за такой пищи может болеть голова? Удивительно, да? Удивительно. Справедливости ради. Вы чудесно выглядите, Светлана. Спасибо большое. При таком рационаре, вы знаете, обычно людей просто вздохнет. За сегодняшний день. Спасибо большое. Давайте с сегодняшнего дня вы не будете употреблять вот эти продукты. Я вас очень прошу. Действительно, колбасу, например, если она натуральна. Ну, ничего страшного в этом нету. Но поверьте мне, в этой колбасе нет ничего абсолютно натурального. Вы едите ту пищу, где легко усваиваем углеводы. У вас постоянно повышается уровень сахара в крови. Это высокий гликемический индекс. То есть вы постоянно страдаете от того, что вырабатывает инсулин у вас. Это каждый раз борьба вашего организма. Это, опять же, и повышение артериального давления, и бум, 21 века, метаболический синдром. Но у вас его нет. Это, то есть, ожирение. А именно ожирение по так называемому висцеральному типу. Метаболический синдром – это ожирение. Метаболический синдром – это целый комплекс. Но ключевое из этого – это ожирение. Именно, как мы говорим, в области живота, которое приводит к повышению давления. И это ведёт за собой все кардиологические и эврологические проблемы. Поэтому это для вас должно стать табу. Угу. Откладывается холестерин, бляшки в голове, потери памяти, деменции и старческой слабоумии. Вот что вас ждёт при таком питании. Вы же не хотите этого? Нет, конечно, не хочу. Переходим к следующей причине. А всего лишь голова немножко болит. Да. Не пропустите далее. Что общего у подушки и пуантов? Что вы чувствуете? Вам удобно? Очень. Ну, конечно, неудобно. Конечно же, неудобно. Могут ли очки и заколки быть причиной головной боли? Что, на волосы просто не жесткие? Нет, ну, просто правильные места заколочки. Совершенно верно. И как ток помогает похудеть после родов? То есть с помощью электричества, слабых разрядов электричества, мы будем заставлять мышцы нашей героини сокращаться. Конечно. Это пассивная такая тренировка. Внимание на экран. Скажите, пожалуйста, в зале, что общего между Светланой и лошадью? Извините, Светлана, вы работаете как лошадь. Надо немножко себя уважать. Справедливое замечание, но ответ неверный. Но общего у вас с лошадью то, что лошадь спит всего 4 часа в сутки. И вы спите тоже 4 часа в сутки. Это верно. Светлана, головная боль. Это так. Правильно ведь? Да, конечно. Светлана, вы вообще у нас героиня, надо сказать. Потому что работаете вы, я знаю, что и по ночам. Верно? Ведь так? Совершенно верно, да. И это совсем такой нелегкий, уж никак не сказал бы женский труд. А на самом деле человек должен спать в среднем 7-8 часов. Это нормально, это абсолютно доказано. А еще мы провели наблюдение за Светланой. И выяснили, что она спит вот на такой перьевой старой подушке. Светлана, скажите, вот вам удобно на ней спать? Да, мне удобно. Мне даже и без подушки удобно спать. О, так хочется спать, что я угодно. А вы когда-нибудь были балерины? Нет. Хотите? Хотела. Ну что же, сегодня у нас будете балерины. Вам пуанты. О, спасибо. Сейчас тебе красное буду. Ну а теперь вставайте. Что это такое? Я не знаю. И что делать? Нет, балерины как делать? Встают на мысочке, на пуантах. Так. А теперь вам удобно? Ну давайте, давайте, аплодируйте. Что вы чувствуете? Вам удобно? Очень. Ну конечно неудобно. Конечно же неудобно. Вот то же самое. И неудобно. Вставайте. А все как вертится. Вот так же и неудобно в вашей голове, вашей шее, вашему позвоночнику, когда он лежит на этой подушке. Вы отдыхаете всего 4 часа, а ваш позвоночник даже в эти 4 часа продолжает работать. Когда он будет отдыхать вообще? Светлана, специально от нашей программы вам, как очень сильной женщине, мы дарим вот эту ортопедическую подушку, которая даст вашему позвоночнику отдых. Ой. Держите. Я сейчас посплю, пока вы ведете передачу. Дома поспите, дома. Мы еще не разобрали все причины. Обувайтесь. А мы пока, пока вы одеваетесь, разберем четвертую причину, которая может быть. Это даже не причина, а это такой диагностический признак. Это очаги. Те места, где болит голова. И мы по тому, как болит голова, в каких местах, мы даже можем поставить диагноз. Давайте попробуем. Не всегда это возможно, но мы сегодня попробуем это сделать. Итак, где чаще всего бывают головные боли? В затылочной области, поскольку мы уже говорили, что это повышение артериального давления. Ну, давайте так как-нибудь наклеим прям сверху. Якобы это задылок. Да. Следующее. Самое частое, что женщина ощущает, это боли в височной области. Правда? Да. Это так называемые мигленозные боли. Они самые частые и до конца причину мы их не знаем, к сожалению. Значит, висок. Иногда боли бывают в одной половине головы. Не с двух сторон на виске, а с одной. И вот если это страшная, сильнейшая боль, что искра перед глазами, то, скорее всего, эта головная боль относится к мигрене. В писле, да. И это, кстати, очень важный признак, поскольку, когда есть с одной стороны, это может говорить о том, что в одной из бассейнов той или иной артерии есть проблема. А я думала, что мигрень – это просто интеллигентное название головной боли. Ничего подобного, вы ошибались. Это разные болезни. Совершенно верно. Могут быть лобные боли, либо боли, окутывающие голову как обручем. Вот как наш арбуз лопается, вот как будто на женщине одевается этот обруч. Эти боли говорят о том, что у вас повышено внутричерепное давление, и надо пройти дополнительное обследование. А можно умереть от головной боли? От головной боли нет, а вот от нарушения мозгового кровообращения, увы, да. Которым сопровождается головная боль, да. Это очень страшный, серьезный симптом заболевания. Кроме того, мы заметили, что так как вы таксист, вы очень часто используете солнцезащитные очки и всевозможные аксессуары. Так вот, очки, если они неправильно подобраны, если они жесткие, они могут давить на переносицу, на виски. То есть, это такие триггерные зоны. Вы день отъездили с этими очками, и у вас начинается головная боль. Заколки, если вы их неправильно одеваете, заколки стягивают ваши волосы, это может провоцировать головную боль, потому что некоторые заколки могут находиться на местах выхода троничного нерва, и это также триггерная зона, и боль страшно возникает в голове. Что, на волосы постричься? Нет, ну просто правильные места заколочки. Совершенно верно. Так вот, может быть, мы посоветуем, как избавиться от головной боли без таблеток. Это возможно? Конечно, возможно. Я думаю, что первое, мы избавляемся от вот этих пищевых привычек. Мы это запомнили. Это запомнили. Мы стараемся спать по 6-7 часов. Дальше. Очень важно, если все-таки вы обращаете внимание на то, что у вас 17 раз болела голова, значит, в действительности стоит обратиться к врачу, потому что это может быть уже серьезной проблемой. Ну и также можно порекомендовать свежий воздух, прогулки по свежему воздуху, душ, в том числе и контрастный. Да, массаж. Вот смотрите, вот такой матрас очень хорошо вам подойдет. Избавляет. Держите, делайте себе. Сама такая. Я бы тоже не отказался, кстати. Очень полезная. А вы лучше прокомментируйте. Мне такой есть дома. Вы скажите, чем она полезна? Вы знаете, она, поскольку разгоняет микрососудистый кровоток, это, опять же, помогает нашим сосудам питаться нормально и кровоснабжать головной мозг тоже нормально. Это потом очень приятно. Я почувствовала себя намного лучше. Дамы, если вас очень сильно беспокоит головная боль, не терпите ее. Избавляйтесь от нее, обследуйтесь, ставьте диагноз. И не ведитесь на телевизионную рекламу, которая подсказывает вам, что головную боль можно вылечить только одной таблеткой. Это неправда. В эфире программа «Нет запретных тем». Мы рассказываем обо всем, чтобы вы хотели знать о женском здоровье, но стеснялись спросить. Во время беременности фигура каждая женщина меняется. И, как правило, не в лучшую сторону. Какие вы, вот, мужчины, все мечтаете 90-60 на 90. Жанн, ну что вы, я совсем не это имел в виду. Дело в том, что у женщины появляются растяжки, целлюлит, у некоторых портится осанка, но главная проблема – это лишний вес. Да, вы правы. Радость материнства затмевает все. На свое тело перестаем обращать внимание. Именно так произошло и с нашей героиней. Внимание на экран. Елена осталась одна с четырьмя маленькими детьми. Когда она 12 лет назад познакомилась с мужем, такое будущее не могло привидеться ей даже в страшных снах. Он видел меня на пляже. Я была с идеальной фигурой, в купальнике. Естественно, он не смог устоять и влюбился. За их первым ребенком пошел второй. Следом еще один. И еще. Времени следить за собой у Елены не было совсем. А вес, набираемый во время беременности, не уходил после родов. В итоге девушка прибавила 12 килограммов. Конечно, я поправилась. Мужу это не нравилось. И он говорил, когда ты похудеешь, и почему ты так не следишь за собой. Ну, то есть его не интересовало, как это будет, нужен результат. За недовольство мужа последовали ссоры, скандалы. Но дать результат у Елены никак не получалось. Я начинала какие-то ограничения в еде делать. Может быть, мне что-то не есть. Но мне как-то надолго не хватало. Делала упражнения дома, пыталась записаться в спортзал. Но мне не хватало времени и сил на это. Потом он ушел. Бросил свою толстую жену и четырех детей. Мне было очень обидно. Я пришла с родома, я неделю плакала вообще. Сейчас Елена в отчаянии. И главное её желание – похудеть. Вернуть себя прежнюю. Сможет ли она сделать это? Не пропустите далее. Токовая терапия. Насколько она безвредна? Покалывание. Да, вот лёгкое сокращение. Лёгкое покалывание, сокращение мышц. Какие упражнения подтянут ягодицы после родов? И угол 90 градусов должен быть в обоих коленях. Этим коленочком тянемся вниз. Спинка прямая. И что делать, если секс приносит болевые ощущения? Женщина не испытала никакого удовольствия, а получила боль. Сегодня Елена пришла к нам в студию. Здравствуйте, Елена. Здравствуйте. Здравствуйте, Елена. Как дела у вас? У меня дела... Мы видим, что у вас всё хорошо. Что это? Не знаю, мне о деле. Вот сейчас, я так думаю, будем что-то делать дальше. Совершенно верно, Елена. Мы будем с вами меняться, чтобы выглядеть здорово, красиво и замечательно. Готовы к переменам? Конечно. А поможет нам в этом наш замечательный специалист. Итак, мы приглашаем к нам в студию акушера-гинеколога, профессора Центра акушерства, гинекологии и перентологии, Инну Анатольевну Аполихину, и инструктора-методиста по лечебной физкультуре, Ирину Александровну Чистякову. Добрый день. Здравствуйте, Елена. Давайте все вместе попробуем восстановить нашу многодетную маму после родов. Вот объясните, что это такое за костюм надета? Для космонавтов какой-то. Конечно. Вы знаете, вообще период, послеродовый период, очень ответственный период в жизни женщины. Тем более, наша героиня очень имеет достаточное количество родов, четверо родов. Это колоссальная нагрузка на женский организм. Это честь и почёт нашей героини. Конечно же, конечно же. И непростая судьба, не только четверо родов. Поэтому, конечно, я думаю, что она очень мотивирована на восстановление своих форм, да, и прежних форм, которые были ещё до родов. Мы предлагаем ещё использовать одновременно специальный прибор, разработанный для электромиостимуляции. То есть, таким образом, мы фактически одновременно можем обеспечить двойной эффект. Она будет тренировать на определённую группу мышц, и одновременно сам прибор за неё будет работать, электромиостимуляция. То есть, с помощью электричества, слабых разрядов электричества, мы будем заставлять мышцы нашей героини сокращаться. Конечно. Пассивная такая тренировка. Конечно. Причём этот прибор так разработан, что здесь учитываются все группы мышц практически. Так давайте сейчас прямо подключим и посмотрим, как это работает. Не опасно? Совершенно не опасно. Нет, это не опасно. Это всё сертифицировано, это всё было, конечно, изучалось длительное время. Говоря о послеродовом периоде, очень важно, конечно же, учитывать, кормит у нас женщина или уже перестала кормить. Это очень важно, потому что чрезмерные физические нагрузки на фоне лактации запрещены. Поэтому здесь, конечно, элемент постепенности должен сохраняться. Елена, кормите его или нет? Нет уже. Нет, она уже у нас не кормит, поэтому мы в полном объёме можем усиливать ей нагрузки, которые принесут ей, конечно же, желаемый успех. На какие группы мышц стоит обратить внимание ей? В послеродовом периоде прежде всего нужно обратить внимание на группы мышц живота, мышцы живота, брюшного пресса, безусловно. И, естественно, мы делаем акцент на мышцы тазово-дна. Хотелось бы добавить, что с этим костюмом лениться не придётся, потому что при нём нужно всё равно добавлять физические упражнения. Сам по себе он не работает. Так давайте покажем, как это действует. Да, поэтому мы можем продемонстрировать. Вот вы расскажите, какие у вас ощущения. Я настраиваю электростимуляцию на группу мышц именно ножек, просто чтобы... Покалывание. Да, вот лёгкое сокращение. Лёгкое покалывание, сокращение мышц. То есть вот мы, регулируя импульсы, можем создавать более сильное напряжение. Есть массажные эффекты, да, можно создавать разные ритмы импульсов. То есть можно даже массажный эффект добавить, да, вот после какой-то интенсивной тренировки мы можем расслабить, помочь ей релаксацию получить. Но помимо, как я говорю, этого костюма, нужно ещё добавлять упражнения. И мы сейчас продемонстрируем их в зале. Замечательно. То есть фактически мы достигаем двойного эффекта. То есть я похудею сегодня. Но, в принципе, вот те упражнения, которые мы сейчас покажем, их могут делать все наши телезрительницы, правильно? Да, и в домашних условиях упражнения очень простые. Там нет ничего сложного. Это упражнения на мышцы спины. Инатольевна, ведь мышцы спины очень задействованы у беременных женщин сильно, правильно? Безусловно, безусловно. Во время беременности мышцы спины претерпевают колоссальную нагрузку. И в послеродовом периоде то же самое, потому что часто, особенно на фоне лактации, у женщины увеличивается молочная железа. И, естественно, всё это опять отражается на мышцах спины. Со спиной могут быть проблемы. Поэтому это уникальное упражнение. Первое, которое Ира нам продемонстрировала, как раз укрепляет мышцы спины. Она уже второе делает. Упражнение на верхние мышцы пресса. Сейчас мы делаем упражнение на пресс. Ведь всем известно, что живот, конечно, после родов достаточно дряблый. Правильно? Конечно же. Это упражнение многим знакомо женщины. И его любят, кстати, женщины. И в самостоятельном режиме нет никаких сложностей, чтобы даже и в домашних условиях, в самостоятельном режиме это всё проводить. Но если есть тренер персональный, конечно, это ещё лучше. Давайте мы сейчас даже здесь, знаете, как покажем. Есть шарик. Вот мы его надуем. Это как увеличивается живот у беременных женщин. Кладём, упираемся, поднимаем. Вот так вот он увеличивается, да? Вот она ходит, ходим с ним, ходит, да? Потом происходят роды. Женщина рожает, а шарик вот становится вот таким вот дряблым. Правильно? Да, не знаю, не знаю. Вот мамочка двоих детей. У вас сколько детей? У меня двое детей. У меня двое детей. Не надо. Ну, наверняка вы выполняли те же самые упражнения. Опа, пошла. Так, следующее упражнение – это на мышцы ног. Правильно? Да, и прежде всего здесь задействована мышца, партняжная мышца. Это очень важная мышца. И со временем, и с возрастом у женщины она ослабевает. Поэтому это очень хорошее упражнение для укрепнения. Партняжная – это где? Это мышца на внутренней поверхности бедра, да, и она… Очень тяжело прокачивается даже в тренажерном. Вот в физиологическом состоянии, если нет специальной тренировки, она практически не задействована. И поэтому необходимо вот подобного рода упражнение и укрепление также мышц спины здесь отчасти, и укрепление вообще всех, всех частей ног. Замечательно, следующее упражнение. Ворачивайся-ка, делаем выпад широкий. Выпады? И угол 90 градусов должен быть в обоих коленях. Этим коленочком тянемся вниз. Спинка прямая. Это для каких мышц? Это, опять же, для мышц спины. Для координации движения очень полезное упражнение. Я хочу сказать, вот если вы обратите внимание, все упражнения так подобраны, очень грамотно подобраны, что задействуются все мышцы. Не пропустите далее. Самый эффективный комплекс упражнений для каждой женщины. Дамочки, встаем. Нужно ли посещать гинеколога, если не живешь половой жизнью? Статистика говорит, что 8 женщин из 10 при осмотре, у них было обнаружено онкологические заболевания. И с помощью чего женщина может увеличить наслаждение во время секса? Физиологически женщина возбуждается в голове. Давайте мы нашего замечательного инструктора попросим дать какую-нибудь разминку для зала, чтобы мы все вместе под музыку разогнали нашу кровь и убрали наши застои. Дамочки, встаем. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Ирина Анатольевна, скажите, вот такие упражнения ведь тоже полезны для женщин, чтобы восстановить свою фигуру после родов? Вот эти упражнения, они вполне доступны и в домашних условиях. И, конечно же, спустя два месяца после родов, женщины все могут эти упражнения выполнять. Все в ваших руках. Мотивация – это тот как раз рычаг, который зависит от вас. Поэтому я желаю вам успехов в достижении целей. У меня все будет завтра замечательно. Аплодисменты. Лена, скажите, как вы себя ощущаете в этом костюме? Какие ваши ощущения? Я себя ощущаю космонавтом. Ага. Это, кстати, часто женщины говорят нам, да. Вы почувствовали вот эту самую миостимуляцию? Я почувствовала небольшой элемент покалывания в мышцах и почувствовала прилив энергии, силы. Хочется жить, творить, любить. Замечательно. Замечательно. Значит, мы достигли своей цели в сегодняшней программе и смогли вам помочь, научить вас, как правильно восстанавливать себя после родов, чтобы быть молодой и красивой. АПЛОДИСМЕНТЫ В эфире программы «Нет запретных тем». Все, что вы хотели знать о женском здоровье, но стеснялись спросить. Пришло время ответить на все вопросы. Наша программа называется «Нет запретных тем». Только для вас, дорогие женщины, специальная рубрика, в которой врачи ответят на любой вопрос о женском здоровье. Все эти вопросы женщины задают на интернет-форумах, но никогда в кабинете врача, потому что стесняются спросить об этом вслух. И вот первый вопрос. «Появились выделения из влагалища. Сначала белого цвета, сейчас появился зеленоватый оттенок. Анализы сдала. Выписанная врачом антибиотики пропила. Анализ показал, что все хорошо. Через две недели опять то же самое. Жуткая сухость и эти обильные выделения. Кстати, муж тоже пил антибиотики. Что это может быть? Ну, скорее всего, это, конечно же, воспаление, потому что врач назначил антибиотики. А вот именно зеленые, такие зеленоватого цвета выделения, они характерны для бактериальной инфекции. Врач назначил антибиотики, вы их пропили, но потом у вас это все возобновилось. Скорее всего, либо вы, может быть, нарушили режим приема антибиотиков, недостаточно долго их пили, либо эти антибиотики оказались такими, что полностью не очистили ваш организм от данного микроба. Поэтому вам надо второй раз обратиться к врачу для коррекции курса лечения, и все у вас будет хорошо. Спасибо. Следующий вопрос. Недавно вышла замуж, и тут обнаружилась огромная проблема. Мне невыносимо больно при попытке полового акта. В меня невозможно, так сказать, войти. Гинекологи осмотр провести не могут, и я в отчаянии. Что делать? Чаще всего такая патология у женщины называется вагинизм. И возникает она после того, если первый половой акт в жизни женщины был, ну, проведен грубо или как бы не совсем нежно. То есть женщина не испытала никакого удовольствия, а получила боль. И теперь рефлекторно при любой тоже попытке полового акта у женщин рефлекторно сжимаются мышцы таза. И она просто, ну, чисто физически, физиологически не дает этот акт провести и не дает гинекологу провести осмотр. То есть проблема не в мужчине, проблема в женщине. Сжимаются мышцы у женщины. Ну, это психологическая проблема, и, конечно же, она должна лечиться у специалиста, у психотерапевта. Еще может быть такая причина из-за того, что девственное плево полностью не разрушается. Потому что, на самом деле, когда супруги начинают жить половой жизни, если у женщины это первый мужчина, то девственное плево надрывается, но не разрывается до конца. И каждый последующий половой акт – это, ну, такие маленькие надрывы. И очень часто бывает, что полностью девственное плево разрушается только во время родов. Поэтому, конечно же, нужно обратиться к специалисту, чтобы гинеколог провел обследование, поставил диагноз, и медицина сейчас обладает теми средствами и возможностями, чтобы вам помочь. Спасибо. Еще один вопрос. Половой жизнью я не живу, партнера у меня нет. Нужно ли мне посещать гинеколога? Обязательно нужно. Потому что задача врача-гинеколога – это не вылечить вас, а не допустить у вас развития каких-либо заболеваний. Статистика говорит, что 8 женщин из 10 при осмотре у них было обнаружено онкологические заболевания. Притом, этих женщин абсолютно ничего не беспокоило. Они пришли на обычный профилактический осмотр. Вы представляете, сколько жизней спасают гинекологи именно на таких осмотрах? Поэтому, крайне случаем, раз в полгода вы должны приходить к гинекологу, чтобы он вас осмотрел, взял необходимые анализы и подтвердил вам, что вы здоровы. Спасибо большое. Может быть, у кого-нибудь есть вопросы из зала? Пожалуйста. Здравствуйте, доктор. Подскажите, пожалуйста, существуют ли препараты, возбуждающие сексуальную активность у женщин? Безопасны ли они? Угу. Ну вот, к сожалению, таких препаратов, как Виагра, которые усиливают сексуальное возбуждение у мужчин, для женщин их не существует. Потому что всё-таки физиологически женщина возбуждается в голове. Но существуют препараты, которые могут усилить кровоток в органах малого таза и этим самым, ну, увеличить наслаждение женщин во время секса. Например, это витамины А и Е. Если женщина их регулярно принимает, то можем такое отмечать. Или, например, это такие травы, как элеутрокок, женьшень. Но, конечно же, их стоит применять, начинать применять только после консультации врача. Но на самом деле, вот все препараты, травы – это только помощь для женщины, чтобы она расслабилась и получила удовольствие. А главным возбудителем, конечно, для женщины считается ласка и нежность мужчины. Это была программа «Нет запретных тем». Мы говорим о том, что должна знать о себе каждая женщина. Дорогие мои, как врач и как мужчина прошу вас. Всегда помните, что любим мы вас любыми, но нужны вы нам здоровыми. До встречи в эфире. Будьте здоровы и счастливы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Субтитров А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...